Необычное нападение. В центре города, на остановке общественного транспорта, уличная крыса пыталась укусить девушку. Случай уникальный. Если с агрессивными соваками горожане сталкиваются нередко, то грызуны стараются избегать контакта с человеком. Что может спровоцировать крыс на агрессию, выяснял Дмитрий Куканас. Анастасия Смагина просто ждала автобус на остановке улицы Степная, но вдруг почувствовала, что кто-то щекочет ее ногу. А затем обратила внимание, как странно на нее смотрят окружающие. Я была уверена, что это просто либо собачка, либо кошечка маленькая. Те, кто рядом стоял, тоже пассажиры, они говорят, а вы не знаете, не поняли, что на вас крыса набросилась. Выручила плотная зимняя одежда. Грызун же после неудачного покушения скрылся под одним из торговых паильонов. За остановкой находится коллектор теплотрассы. Именно здесь чаще всего и видят вредных грызунов. Впрочем, по словам местных жителей, это не единственное и далеко не самое населенное крысами место в этом микрорайоне. Безмятежное существование крыс изредка тревожат коммунальщики, когда вывозят мусор. Его сюда приносят не только жители микрорайона, но и продавцы многочисленных торговых точек по соседству. И несмотря на то, что отходов порой набирается крайне много, вредителям в больших кучах даже тесно. У них тут столовая, они тут едят все, выходят на обед, в обед на обед, выходят вечером на ужин. Пробовал посчитать, не досчитал, но все сплошное поле, прямо вот сплошными они выходят. Там и дети, и внуки, и что хочешь. Но горожане подкармливают грызунов не только бытовым мусором, но и насыпая корм голубям. Крысы расширяют ареал своего обитания, без страха разгуливают по улицам, уже давно оккупировали подвалы, откуда пробираются в подъезды и проникают в квартиры. Зимой в поисках пропитания они становятся агрессивнее. В этом году, кажется, их стало особенно много. Популяция грызунов, крыс и мышей, она обычно находится на стабильном уровне и сильно не меняется. Но этот год был влажным, а все паразиты, в том числе и грызуны, они являются гидробионтами, то есть любят влагу. И поэтому численность их в этом году увеличена. И бороться с ними предстоит самим омичам, по крайней мере в собственных домах. Обязательной санитарной обработки жилых строений сегодня нет, и при необходимости нужно договариваться с управляющей компанией, которая будет приглашать соответствующие службы. Дмитрий Куканас, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.